добрый день я рада вас сегодня всех здесь видеть даже если вы там один по другую сторону экрана меня смотрите если вы там одни не один они потому что один это как-то как будто бы меня только мужчины смотрят нет меня смотрят все полы все полы все люди все дети все меня смотрят сегодня четверг и каждый четверг я буду рассказывать про свои актерские будни про свою профессию про интересных актеров могу также делиться с разными техниками которыми я пользуюсь для подготовки к определенной роли или к монологу или к стихотворению поэтому если вам интересна эта тема то каждый четверг вы будете видеть на моем канале что-то новенькое на эту тему вчера у меня было интервью потому что сейчас я заканчиваю второй год учебы и я на данный момент учусь в колледже и на следующий год мне нужно уже поступить на или на третий курс чтобы закончить свою профессию закончить убить ее прямо нет прибить свою профессию нет так вот сейчас я учусь на втором курсе и для того чтобы мне получить по моей специальности корочку диплом мне нужно закончить еще один год учебы то есть третий год я на данный момент подавалась здесь вообще в англии люди подаются раньше хотя даже не знаю как в россии это работает потому что в россии я подавалась в колледж когда у меня были уже результаты то есть это было где-то в августе наверное а здесь наоборот то есть я начинаю подаваться уже с октября месяца то есть вот ты только поступаешь ты грубо говоря только начинаешь свой курс обучения второй год и до конца января мне нужно было подать заявки в консерватории если мы говорим про актерское мастерство про то чтобы стать актрисой самый такой классный вариант это попасть в драматическую школу в актерскую школу или консерваторию и вот и подавала документы в 4 консерватории заявки стоят за заявку нужно платить деньги в этом году из-за коронавируса все заявки будут онлайн то есть мы каждый снимает видео и отправляет эти заявки отправляют эти ссылки на видео вот в эти учебные места в эти учебные заведения и они уже смотрят и те кто им понравился они идут на второй этап и уже на второй этап это воркшоп это личная встреча это собеседование то есть это уже более целенаправленно у меня статус взрослого студента поэтому мне мой руководитель курс она порекомендовала подать заявки на мастер на мастер-дегри ну то есть это после бакалавриата что же идет магистратура то есть это наподобие магистратуры один год и я сейчас подаю заявки красна магистратуру в эти консерватории подавала заявку в одну из консерваторий и мне например сказали что моего опыта недостаточно они мне порекомендовали на магистратуру идти айти на третий курс а другие например три учреждения куда тоже подавала на магистратуру они сказали окей пробуйте отправляйте ваши монологи если вы нам понравитесь то вам грубо говоря перезвоним поэтому посмотрим я подавала в четыре консерватории заявки это бермингем royal conservator of scotland royal college of music and drama и также в bristol old week и я эти четыре консерватории выбрала потому что у них есть во-первых магистратура а во вторых потому что у них очень хороший рейтинг в плане актерского мастерства то есть у них очень хорошая подготовка идет в среднем за то чтобы мою заявку рассмотрели я заплатила примерно от 40 до 80 фунтов то есть это 4 до 8 тысяч рублей bristol old week там была бесплатная заявка потому что я не не местный студент то есть я считаюсь как студент оверсис из-за рубежа из-за морей студенты за морей да это вот они меня так считают также я подавала заявки в пять университетов чтобы уж точно но в университеты я подавала не на магистратуру а на третий год то есть здесь такая фишка так как я два года училась в колледже то эти два года в колледже они приравниваются у меня к первым двум годам бакалавриата потому что этот колледж он давал программу бакалавриата и поэтому на третий год я могу уже закончить этот год в университете получить степень образования как будто бы я все эти три года училась в университете и вот вчера у меня было как раз первое мое интервью поэтому я и снимаю на эту тему ролик то что вчера мне было интервью у меня столько эмоций очень хороший университет я считаю это по моей специальности актерское мастерство ставша юниверсити занимает 26 место в рейтинге как посмотреть рейтинг есть такой магазин магазин господи вот видите вот у меня все слова путаются просто есть такой журнал газета называется гардия и они каждый год делают список университета в зависимости от профессии как их как студенты оценивают какое трудоустройство плюс также они делают общий список университетов великобритании то есть если например вы хотите выбрать университет например по специальности не знаю бухгалтерия то там можно выбрать аккаунти и тебе дадут именно список по твоей конкретной профессии то есть куда лучше всего податься и ты видишь там вот это номер там 26 там это там 50 вот ставша куда я вчера как раз где у меня вчера было интервью это был номер 26 поэтому это как у меня такой план б если они меня возьмут на третий год то это будет хорошо и что мы делали на этом интервью то есть мне дали заранее два текста два диалога где нужно было выучить 1 где нужно было выучить например часть а или часть б из первого человека или второго человека реплики первого или реплики али реплики б реплики али реплики б вот и в самом начале мы проигрывали эти диалоги и там очень вот руководитель курса его зовут пол и он очень такой прям он все там говорил про русских что он там он был в россии несколько раз что у них там вот такая вот супер классная программа что они там обучают по технологии по русским технологиям ну вот по стамиславскому по демидову я такая ничего себе вот это да ну то что у меня такая гордость когда вижу что в ангеле учат по технологиям по технологиям по методикам наших русских наших русских известных людей вот потом вторая часть это было рассказать диалог и после того как я рассказала диалог то есть уже в течение двух недель не дадут результат и например то же самое вот когда отправляю заявки в консерватории что они обычно просят то есть они просят монолог из классической пьесы и также монолог из современной пьесы и они должны как правило контраст контрастировать господи быть контрастом друг друга то есть разные эмоции если в одном монологии я такая прям там счастливая и радостная то в другом монологии мне должно быть очень грустно или должна быть злая например что и что-нибудь такого такого плана плюс некоторые еще спрашивают песню с мюзикла или могут запросить физический театр это вот то что современные танцы то что все делают на кухне дома вот такого плана да простят меня те студенты которые занимаются физическим физическими физическим театром а если у вас остались вопросы по поводу поступления в университет или в колледж в англии по театральной профессии или например по другой задавайте вопросы если я знаю ответ я вам обязательно поделюсь своим своим опытом своими знаниями поэтому пишите или звонить звоните опять пишите или звоните каждый раз я одно и то же говорит пишите или звоните по ютюбу мне позвоните там наберите мой канал